Ситуация на границе с Беларусью критическая. Польские пограничники просят армию помочь. Командующий пограничной службы Польши Томаш Прага обратился в Министерство национальной обороны просьбой перебросить еще тысячу солдат к польско-белорусской границе. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Маций Вонтик во время брифинга для СМИ. Он отметил, что ситуация на границе является крайне сложной, а процесс ее нелегального пересечения мигрантами организуют белорусские пограничники. Также он подчеркнул, что вербовка мигрантов происходит через контрабандистов и спецслужбы из Беларуси и России в более чем 40 странах, поскольку именно столько национальностей уже зафиксировали на польско-белорусской границе. По словам Вонтика, самая крупная однократная попытка пересечения границы в этом году включила 93 человека, из которых 88 были задержаны. Польские патрули ежедневно забрасывают камнями, петардами, бутылками и ветками. Белорусские службы, которые должны охранять государственную границу, превратились в преступную группировку, которая занимается организацией нелегальной миграции и получает из этого огромные прибыли. «Там ничего не происходит без ведомой согласия Минска», – добавил командующий пограничной службы Томаш Прага. К этому времени такие попытки пересечения границ совершили уже 19 тысяч человек за весь предыдущий год. Это было меньше, чем 16 тысяч. «В июле этого года мы достигли рекорда, когда почти 4 тысяч человек пытались попасть в Польшу», – добавил Прага. Напомним, в июле в Беларусь начали массово прибывать наемники ЧВК «Вагнер», которые стали врагами для путинского режима в России. По оценочным данным, сейчас их прибыло около 5 тысяч. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы в шутку, но публично на встрече с Путиным заявил, что ему приходится сдерживать вагнеровцев, стремящихся прорваться в Польшу. Позже польские власти заявили, что небольшие группы вагнеровцев начали перебрасывать границы с Польшей, а 1 августа Беларусь устроила военную провокацию на границе. Два белорусских вертолета залетели на польскую территорию. Украина не планирует переносить войну на территорию Российской Федерации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает унианцы, лаясь на аргентинское издание «Ланес Йон». Президент Украины в очередной раз напомнил, что российские оккупанты должны покинуть территорию Украины. Также Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ прокомментировал контрнаступление украинских войск и заявил, операция идёт медленнее, чем ему хотелось бы, но инициатива в руках Украины. «Нам тяжело, а россиянам тяжелее. В наших глазах усталость, но в их глазах страх. И это две разные вещи. Мы должны быть терпеливыми, если хотим одержать победу». Панические настроения в армии оккупанта отмечает и представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Как сообщает униан в эфире информационного телемарафона, Андрей Юсов сообщил, что обречённость испытывает не только рядовой состав армии России, но и представители среднего и высшего звена вражеских сил, руководство оккупационных администраций после ударов по мостам на юге Украины. Враг понимает, что путей уйти живыми становится всё меньше. Представитель ГУР отметил, при наличии возможности покинуть оккупированные территории, особенно линию фронта, захватчики сделали бы это. Но российский диктатор Владимир Путин не спрашивает мнений и продолжает направлять на убой. Как сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, потери в российской армии ощутимо увеличились. За последние сутки украинская авиация нанесла 9 авиаударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения захватчиков. Кроме того, украинские артиллеристы и ракетчики поразили две вражеские радиолокационные станции и два командных поста оккупантов. Также в запорожском направлении ВСУ уничтожили вражеский вертолёт К-52 «Аллигатор». На утро 8 августа в Украине ликвидировано свыше 250 человек личного состава. Только за последние сутки уничтожено около 600 человек. Взрывом в Турции, возможно, причастна Россия. Такое мнение высказал представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. В эфире информационного телемарафона сообщает Униан. Представитель ГУР отметил, необходимо проверить всю информацию. Также необходимо исследовать причастность путинской России к этим событиям. По мнению Юсова, очень странно выглядит ситуация. Взрыв элеваторов Турции накануне возможного визита президента-диктатора Владимира Путина в это государство, где планируется обсуждение зернового коридора. Юсов напомнил, что власти Турции активно выступают за продолжение зерновой инициативы. Напомним, 7 августа на территории порта Деринже раздался громкий взрыв. Местные СМИ сообщили, что его слышали во время разгрузки одного из судов. Власти заявили, что могла произойти детонация зерновой пыли. Губернатор провинции Каджаэли Сидар Явуз в комментарии телекомпании Хабертург ТВ сообщил, что в результате взрыва было повреждено 13 элеваторов. В результате инцидента пострадали 10 человек. Дипломатический скандал, который на днях вспыхнул между Москвой и Пекином из-за грубости российских пограничников в отношении китайских граждан, не стоит воспринимать как начало охлаждения в отношении двух стран. Об этом пишет американское издание Bloomberg. Авторы публикации отмечают, что инцидент, хоть и получил определенный резонанс Китая и заставил Пекин сделать жесткое заявление, но он вряд ли свидетельствует о более широком изменении политики Пекина. В то же время Си Цзиньпинь не боится нанести удар России, особенно если ее действия могут угрожать его внутреннему положению или сделать его слабым. Также у Китая есть несколько причин для раздражения на Путина. Одна из них – решение российского диктатора выйти из зерновой сделки, которая также повлияла на Китай. Но главным вопросом остается непредсказуемость долгосрочного характера конфликта. Война дестабилизирует мир, и это плохо с точки зрения Пекина. Кроме того, саммит Джиди показал усиление разногласий между Китаем и РФ относительно Украины, считают аналитики Американского института изучения войны. На встрече представители Китая стремились показать, что они не Россия и были конструктивными. По мнению европейских дипломатов, это показало усиление изоляции РФ в мире. Более того, мирные переговоры в Джиди – это пощечина российскому диктатору Владимиру Путину, поскольку РФ на них не приглашали, заявил российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире телеканала Фридом. По его словам, в Кремле сильно обиделись, но они не хотят демонстрировать эту обиду. По мнению политолога, это означает, что РФ не только не способна к договоренностям, но и просто незначительно. Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении зашли на первую линию обороны оккупантов. Об этом в эфире информационного телемарафона заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин. Он также отметил, что украинская армия продвинулась на сотни метров в Мелитопольском направлении. В районе Работина продолжаются наступательные действия. Также ВСУ продолжает успешно наступать на Бердянском направлении. Заместитель командующего группировкой войск Таврия отметил, что линия обороны россиян очень сложная, но наши военные продвигаются вперед. «Очень плотное минирование, очень много минных полей, минных шлагбаумов. Почти вся местность заминирована». Сергей Кузьмин добавил, что там также есть инженерные препятствия, доты, бетонные сооружения, противотанковые рвы. Он отметил, захватчиков на Таврическом направлении очень много. На квадратный метр их не меньше, чем мин. А подготовленных оккупантов становится больше. Идет привлечение резервов уже второй линии. В частности, стало больше подразделений морской пехоты, десантных подразделений. Работают отдельные группы спецназовцев. Бригадный генерал-командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в своем телеграм-канале написал, на Таврическом направлении есть успехи. За последние сутки артиллерийские подразделения Силы обороны выполнили более полторы тысячи огневых задач. Было уничтожено 18 единиц военной техники оккупантов. Среди них вертолет К-52 «Аллигатор» и радиолокационная станция «Ястреб-АВ». Также были уничтожены 8 складов боеприпасов врага. За последние сутки на Таврическом направлении погибли 94 оккупанта. Ранено 162. Во временно оккупированном Крыму снова раздаются взрывы. Местные телеграм-каналы сообщают, что в частности был слышен громкий взрыв в Джанкое. Также сообщают о прилетах в Октябрьском. Оккупационный советник главы Крыма Олег Крючков отчитался о том, что звуки взрывов в Октябрьском – это утилизация боеприпасов. Аналогичная ситуация, по словам Гауляйтера, в селе Вольное Джанкойского района. В то же время над центром Керчи заметили военный вертолет. А вечером 7 августа движение по Крымскому мосту перекрыли более чем на час из-за информации о надводном беспилотнике. Сотрудники спецслужб перекрыли мост и проверили информацию, но она не подтвердилась. В последнее время в Крыму часто происходят взрывы на военных объектах и мостах. К примеру, 6 августа оккупанты заявили о повреждении Чангарского и Генического автомобильных мостов вследствие ракетных ударов. Вскоре информацию о нанесении ударов подтвердили в ВСУ. Россия с начала полномасштабного вторжения опустошила наибольший склад советской бронетехники. Об этом пишет The Moscow Times. Свежие спутниковые снимки свидетельствуют о том, что за время войны более 40% старых советских танков и бронетранспортеров были сняты с хранения на базе законсервированной военной техники Вакжанова в Бурятии. Издание сообщает, что за пять месяцев до полномасштабной войны в Вакжаново хранилось около 3840 единиц техники, а к маю 2023 года это количество сократилось до 2270 единиц. За последние полтора года с базы вывезли более полторы тысячи танков и боевых машин. При этом большую часть техники вывезли после начала мобилизации в сентябре прошлого года. По данным нидерландского военно-аналитического проекта ОРИКС, к лету 2023 года Россия потеряла в войне с Украиной более двух тысяч танков. В то же время, по данным Генштаба ВСУ, ликвидировано 4254 российских танков по состоянию на утро 8 августа. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель переехала жить в Рязанскую область. Как сообщает российское издание, ведь сбоку бывшая чиновница сняла дом в деревне Петрушево. Отмечается, что она уехала из Австрии из-за угрозы обвинений в связях с Россией. Однако эти обвинения небезосновательны. В 2018 году бывший министр отличилась тем, что танцевала на своей свадьбе с президентом России Владимиром Путиным. А в 2020 году Кнайсель стала членом Совета директоров Роснефти и занимала этот пост до мая 2022 года. Издание сообщает, что экс-чиновница не уверена насчет своего дальнейшего будущего в России. Она отметила, что ей было непросто приехать в Рязанскую область, но она старается найти свой путь, хотя это нелегко. Карин Кнайсель возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год.